Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 И мы надеемся, что мы надеемся, что мы надеемся, чтобы приобрести и приобрести настоящий песня, который приводит Редемпшем к миру. И это в конце последнего года, и в начале начальника, и в новом году. Так, я надеемся, что мы нашли это. И также, мы надеемся очень хорошо, и крышечка, и зуб, и зуб, и зуб. Конечно. Я готов за лечение в туалет, который сейчас тут Тихо, как вы видите, здесь самый мосердий. Я готовлю еда, праздничная еда вместе с музыкой. Возьмем Авромлей Бурштейн. Вот, можете посмотреть инструменты. Уже мьет готов, потому что Мистер Ичайм Новый Год. И вот смотрите как Авромлей Бунтак готовит. Это Шабах. И Марис, из Аврома Балти, мастер кларинета в этой генерации. И когол. И еще... Некоторые мы видели ребята здесь, вумани. Три, четыре! ПОДПИШЕСЬ! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Все, что будет происходить в течение всего года, зависит от молитвы этого дня. Мы просим, чтобы был хороший год, чтобы мы все записали в книгу «Жизнь». Два дня Рошашшана. Рошашшана – это как суббота. Мы выключаем все, выключаем телефоны, все, нельзя больше ехать на машинах. Это есть шаббат, воскресенье, канун Рошашшана. Мы ходили целый день, а вот как наступил праздник по закону, я не могу объяснить, где мы находимся, что мы делаем, где мы молимся, потому что это просто мне нельзя по закону. Субтитры создавал DimaTorzok Вот шофар. Шофар начинает трубить от начала месяца элул. Рошашшадыш элул. Первый день месяца элул начинает трубить в шофар каждый день. До Рошашшана. Почему трубят в шофар? Это уже написано в Торо. На самом деле, Рошашшана, первый год, называется день трубления шофара. Шофар – это рога. И, как рассказывается в Торо, что Авраам был готов отдать своего сына, который родился на старости сто лет, он был готов его отдать Всевышнему на жертву. Этого не произошло, потому что в последнюю секунду Всевышнему сказал «Нет, не дай Бог, это было только испытание. И вот бери баран и принеси его в жертву». И когда мы трубим шофар, мы поменяем этот момент, момент самопожертвования. Приехал из специальных скаторов? Так. Ну, вы тут зарубляете? Нет. Карточки вчера продавали. Они не зарубляют, я не. Киестарус Кивайф. И что, по чему карточки? Ну, цены высоки для евреев. Не, ну я разумею, ну... Десять долларов. Что, богато продавали? А? Богато продавали? Да, типа, вот так. Нормально. Я не считал, но много. Евреи за евреем подходили. Ну, потому что им надо звонить. Интернет нужен. Ну, так. Зараз мы отдыхаем, смотрим на евреев и все. Скоро домой поедем уже. Все. Ну, в этом году чисто мало евреев приехало. Мало? Да. Наоборот, в том году было не пройти, не проехать. А в этом, ну, ты что-то как-то не знаешь. Есть попадаются такие евреи, которые общаются со мной, типа, по-английски нормально. Там, ну, я познакомился с одним пацаном, он из Израиля. Типа, мы с ним пообщались. Он там интересную историю нам рассказал. Ну, такой. Тут попадаются такие евреи, что с ними можно поразговаривать хорошо, типа. Ну, такое. Типа, мы с ним пообщались. Типа, мы с ним пообщались. Да. Боже мой. Я приехал, думаю, подивлюсь, как они тут. Нормально, нормальные люди попадаются поговорить по-русски, а некоторые наглевают. Я не знаю, как сказать, что матюк буду гнуть, лучше не надо так сказать. Ну хорошо, не матюком, как сформулируйте яблоко. Так он даже дорогу не вступает, еду на машине, а он даёт дорогу не вступить, иду посередине дороги. Ну конечно, он там у себя так бы не ходил, как у нас тут. Все, я пішов, не надо, хватит, на сегодня хватит. Все, землячком снимайте, оставайте все. Не звонится на магазин. Понимаете, нормальный попался, нормальный попался. Попал, ну. Как вам казалось, я нормальный. Все будет хорошо, все будет хорошо, я не знаю. Ну давайте, счастливо. Понимаете, попался нормальный. Ну, нормально, все люди как люди, да? Люди, да, люди как люди. И нас хватает своего брата, такого и их него хватает. Мы верим, что все, что мы делаем в эти дни, мы должны думать позитивно, и мы должны вести себя хорошо и весело, но не слишком, да? И это все ради того, что мы записали в книгах жизни. Хам! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 КОНЕЦ 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 Десять лет назад я пришел и попросил дозвель от станции на пункт хорчевания. Дозвель. Сказали мне, зачем дозвель? Это чуть-чуть налево, чуть-чуть направо, и все будет. Он сказал мне, я хочу, я пожарный пригласил, сказал, вот, тут будет куча 10 тысяч человек, берите ответственность, что тут ничего не будет. Сказали, зачем дай это, дай это, я сказал, нет, нет, я хочу, сказали, тебе надо будет купить 60 огнетушителей. Я говорю, хорошо, я куплю, что еще надо? И был какой-то момент, что все поняли, что тут уже по-хальтурски уже это не будет вырастить цифры паломникова. А если мы хотим, что это будет не 20 тысяч, не 30 тысяч, а мы хотим полмиллиона, не надо много для этого, потому что это не зависит от нас. Надо только сделать чуть-чуть, что в нашей силе. После молитвы и трубления шофара, мы идем на речку, и бросаем по традиции наши грехи в воду. Бросаем это в озеро, и в уме, слава богу, рядом очень большое озеро. В других местах ходят, и иногда по полчаса, по часу, в ближайшее море, в ближайшее бассейн, чтобы бросать наши грехи в воду, чтобы все вишни бросать наши грехи в глубина моря и очистить наши душа. КОНЕЦ 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 Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Вот, я увидел результат! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал!